АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую всех присутствующих, спасибо, что пришли, нашли время и работаете, несмотря на то, что полстраны и депутаты в том числе на этой неделе не работали, а продлили свои первые выходные летние. Спасибо еще раз. Первый вопрос. Согласны ли вы с теми, кто говорит, что в нашей стране, которая, напомню, ведет боевые действия на сегодняшний день, и, как вы сами признаете, в каждом из эфиров находится на грани коллапса экономического, ну, слишком уж как-то много выходных дней. Напомню, в апреле все работали в подобном режиме, как и в мае, были пасхальные праздники, затем майские праздники и так далее и тому подобное. Сейчас мы отмечали, что День Конституции. Если посчитать, наверное, все рабочие дни, которые выпали на апрель и май, их будет не так и много. Готова ли украинская экономика к этому и какие убытки она терпит? Кто хочет начать? Знаете, коллеги, вот я, все же таки, готовясь до этого эфира, выучил какую-то статистику, да, и за данными многих экспертов, действительно, каждый день, когда отмечает вся держава, за подрахунками некоторых экспертов, где становится 2,5 миллиарда гривен за день. Я хочу сразу уточнить для зрителей, не перебить, а уточнить. Этих данных на самом деле вообще практически нет. Мои редакторы перелопатили все, что только можно, звонили ряд министерств и госстатов и так далее. Данных практически нет и у меня сложилось впечатление, что вообще никто это не считает. Это не официальные данные, это подрахунки экспертов просто, да. И поэтому, действительно, удивлюсь, что доси никого это не цікавило. Наша страна, приблизно так, если подраховывать, кроме там вихедных, которые предъявлены Конституцией нашими кодексом законов про працю, приблизно, насколько я нараховывал, 12 вихедных дней, которая продолжается в год, когда вся страна вообще не работает. Это и Новый год, и 9 травня, и 1-2, и так далее. Другая теза. У нас страна чему-то, несмотря на святой доски, даже когда святой день выпадает на субботу или неделю, она выпадает в понеделок. Эти российские стандарты, на мою думку, мы должны давно уже скасировать, оскільки все развиненные страны, Краины с развинутою, продвинутою экономикой уже давным-давно не сплачуют вихедный, официйный вихедный, тем, кто желает отдыхать, не переносить эти дни, если они выпадают субботы, с недели на понеделок или на пятницу. И поэтому им не доводится потом что-то отработать, кому-то выплачивать додатковые награды. Поэтому моя думка особистая, моя пропозиция к наших всех парламентарям, возможно, все-таки, поддерживать тот закон, который уже подан, в частности, народными депутатами от Народного фронта, когда мы предлагаем скасировать некоторые святы и все-таки, чтобы избранить переносить эти святы, если они выпадают на выходные дни за Кодексом законов про права. Андрей Ермолаев, вы просили слово, а вот скажите, как вы считаете, а стоит ли отбирать у людей выходные, если зарплата их, в общем-то, так и не растет? А так хотя бы выходными как-то они себя успокаивают? Во-первых, я хочу обратить внимание, что речь идет все-таки о государственных праздниках, и это вовсе не означает, что весь бизнес, люди творческих профессий должны вдруг, как госчиновники, перестать работать в эти дни. Более того, я думаю, что все люди, труд которых прямо приносит им доход независимо от государства, собственно, в эти дни и работали. Тут вопрос немножко в другом. Есть в обществе сейчас спрос на праздники, причем не на праздники, как празднования, а я это рассматриваю как своеобразную реакцию общества на ту усталость, которую все переживают последний год-полтора в связи с войной, экономическим кризисом. Грубо говоря, если хотите, это таки уход. Поэтому вопрос не в экономии, вопрос в том, почему наши люди принимают праздники, почему нет протеста с точки зрения количества празднований. Они продолжают работать, просто для них, если хотите, это обращение к политикам. Это как отключка от той повседневности, в которой они постоянно каждый день находятся. Цены, тарифы, безработица, война и так далее. Мы на самом деле обсуждаем сейчас не столько потери бюджета или потери экономики, сколько то состояние страны, в котором желание отключить повседневную жизнь от политики и тех угроз, которые мы переживаем, уже сейчас повсеместно. То есть проблема серьезнее. И я думаю, что на самом деле нашим политикам нужно пересмотреть не столько праздники, хотя это просто отдельная тема, что мы когда празднуем, сколько и не столько экономику, сколько, если хотите, психологию политики, ее истеричность, постоянную стрессовость, нагнетание страха. Вы посмотрите не только на ленту новостей, а на позицию поведения политиков сейчас. Это хронические пугалки, хронические угрозы. Я уже не говорю о некоторых истериках. И люди уходят в праздник, чтобы хоть в эти дни не слышать этих угроз. Чтобы как-то сублимироваться. Совершенно верно. И навряд ли тогда, исходя из ваших слов, навряд ли мы скоро убедим украинцев, что День Конституции можно отметить и ударным трудом, в общем-то. Отметим вас. Совершенно верно. Они обязательно лежат на пляже на ганке. Понятно, спасибо. То есть сложнее и глубже, чем просто экономика и просто даты. Андрей, ну а почему не экономика? Смотрите, приблизительно, вот Андрей говорит, 2,5 миллиарда в день. 10 дней, и это тот кредит МВФ, который мы выпрашиваем уже больше года. Сколько экспертов, если отменить некоторые наши свята, хотя бы некоторые, которые вся держава святкует, то это приблизительно где-то будет плюс 2% ВВП. Смотрите, я объясню сейчас зрителям по-другому. Вас испугают повышением пенсионного возраста ради кредита МВФ. 10-15 подобных выходных дней – это тот транш, который мы ждем последний год и никак не можем вымолить у МВФ. Не странная ли логика получается? Возможно, нам нужно больше работать, меньше отдыхать? Я не думаю, что мы за рахунок скасывания полностью выходных дней этих святковых, сможем все-таки уникнуть транши МВФ и прожить без закордонной допомоги. Мы просто должны понять, какие свята нам нужны и что мы на эти свята можем делать. Або, извините, горилку, кто-то пьет, або просто пить квиты до памятника покласти и далее працювать. Владислав, спасибо, Андрей. Первое, я хотел бы развести, возможно, певную маніпуляцию, которая пыталась быть здесь в студии, про то, что депутаты там не працювали этот неделю. Я тут не погоджусь с вами, в частности, я особо… Сейчас до вас дойдет, Владислав. Ну, не до вас лично, до депутата. Сколько вы не работали? Питание не в этом. Особисто я до вас прямо сегодня приехал из своего округа в Черкасской области, рассчитываясь в том, что этот неделю есть работа с выборцами. Потому что, на жаль, у нас в обществе, в других средствах, есть понимание того, что депутаты – это исключительно работа в сессийной зале. Это далеко не так. Депутат также работает и на округах, и с выборцами, и в комитетах. Поэтому это важно понимать. Это относительно того, что не начебто депутаты там где-то отдыхали. Другой момент. Я погоджуюсь с Андреем в том смысле, что, если мы смотрим на Захидный свят, або на их опыт, то действительно вопрос в том, сколько свят должно быть, это вопрос исторической ретроспективы, это вопрос нашей культуры, потому что тут вопрос… Так сталося, что мы святкуем певные те свята. Но я погоджуюсь с тем, что не может, например, свято, если припадает на вихедный день, который и так есть вихедный день, переноситься на наступный день. Действительно, я также могу сказать, что, я когда-то исследовал это вопрос, я могу сказать, что один такий день оценивается десь приблизительно в 0,4% ВВП, когда такий перенос. Поэтому тут нужно найти какое-то балансовое решение, про то, какие свята должны быть, потому что у нас есть государственные свята, не просто государственные свята, а также наша страна святка и религийные свята. Но это так стало исторически уже. И, возможно, это стоит оставить. Но то, что я уверен, что не стоит оставить, так это перенос на наступный день, как у нас есть, если свято припадает на неделю. Андрей Артемович, вы не просто слово берите, ответьте, пожалуйста, как вы провели эту неделю. У вас по графику была встреча с избирателями, да? Абсолютно верно. Собственно, чем я занимался, да. В жизни всегда есть место. А скажите честно, вы вот каждую неделю, которая отведена на общение с избирателями, на работу в округах, вот вы по-честному каждую неделю работаете в округе. Да, вы знаете, я занимаюсь городом Киевом достаточно давно, не устраиваю себе выходные. И если вы можете видеть, я нахожусь все время в Киеве, тем более, что время отдыхать сейчас нет абсолютно. В жизни есть всегда время подвигу, так вот в жизни всегда есть время празднику. В такой стране, как Канада, количество выходных дней в 2016 году, я специально посмотрел, готовясь к вашему эфиру, 116. В такой количестве, как Соединенные Штаты Америки, 127. А вот в такой стране, как Индонезия, 132. Вы думаете, от количества выходных дней страна теряет ВВП, страна теряет полностью свои позиционирования в мире? Отнюдь. Дело совсем в другом. Дело все в том, что количество выходных дней, а количество отпускных дней, то есть, другими словами, сколько работодателей предоставляют возможности своим сотрудникам отдыхать, вот в чем ключевое дело. В Канаде 12 официальных отпускных дней, которые оплачиваются работодателям. В Соединенных Штатах Америки таких дней аж 21, и это абсолютный максимум. Поэтому я считаю... Так нам выходных нужно больше или меньше? Поэтому я считаю, тут на самом деле нет вообще никакой проблемы. Слово «выходные» это для человека, который по большому счету, когда в выходной в парламенте едет в свой округ и занимается работой с избирателями, пытается хоть что-то сделать, хоть что-то изменить, а самое главное перестать надеяться на окружающие. Смотри, еще раз повторюсь, это хорошо, если этот депутат едет в округ и работает с избирателями. Верните нам предыдущую графику, пожалуйста, господа режиссеры, там где... Да, смотрите, вернемся к вашей работоспособности. 199 дней мы прожили в 2016 году всего. 53 дня пленарных заседаний было у вас за это время. Ну, как по мне, не очень много. 51 день работы в комитетах, 28 дней работы с избирателями. Хочу задать свой вопрос Дмитрию Белоцерковцу. Дмитрий, скажите, вот 51 день работы в комитетах. Вы, насколько я помню, ни в одном из комитетов не вовлечены, да, ни в один из комитетов? А почему вы занимались 51 день? 51 день, во-первых, я только с 1 апреля стал депутатом. Недавно стали. Хороший день. Да, это раз. Хорошо, сколько? Тогда сколько вы прогуляли? Ну, дней 10, наверное, тогда дали из работы. Помимо этого, ничего я не прогулял. Я в любом случае нахожусь еще в статусе советника мэра Киева и ежедневно помогаю, в том числе, в работе Киевской городской администрации, Киевскому городскому совету. И в том числе можно это... Вы планируете и далее совмещать эти две? Нет, я на общественных сначала смеляюсь советником мэра Киева. А что касается комитета, я комитет свой выбор. Хорошо, вы как человек новый, извините, да, наверное, вопрос был к вам, я не разобрался до конца. Ну, как человек новый, Алексей, Алексей, прошу прощения, вот только что, как замглава антикоррупционного комитета, я могу сказать, что совместительство это уголовное преступление. Еще раз. Я понимаю, что в этом... Борислав, я понимаю, секундочку, я не перебивал. Нет, я здесь с вами... Подождите, Борислав, вы меня перебили. Человек совмещает для чего? Для того, чтобы сносить ларьки, но рошеновские ларьки не трогать. У вас получается... Поехали сегодня на метро Светошина. Поехали на метро Светошина, Борислав. А вот теперь, я хотел бы все-таки закончить. Вот такой человек, как Борислав Береза, не может критиковать. Вы не забывайте, что это вы тот человек, который мне звонил несколько раз и пытался крошевать. Да, это вы бы. Вы крошеватель. Я замечу, я не даю вам убирать, говорю, хлашер. Не, между прочим, он реально мне звонил и занимался крошеванием. Пребовал не демонстрировать. Поехали на метро Светошина. Я хочу сказать, это шедевно. Спасибо вам огромное за эту перепалку. Я разрешаю всю перепалку, но не более минуты они поднимают рейтинг. Но не больно. Я сам не заболдаю, но хочу сказать, человек, который не избрал всех дураков 1 апреля, соответствует своим данным. Вы являетесь одним из тех, кто является коррупционерами. Спасибо вам. Короткую реплику дайте микрофон. Уважаемые коллеги, я думаю, что вот когда депутаты говорили о праздниках, украинскому свято. А свято это не праздник. Свято на то и свято. Оно не меняется выходным, понимаете, выходным. Потому что выходные это выходные, это действительно работа. А в чем проблема? Во что мы опираемся? Есть ли экономика у выходных? У свято нет экономики, потому что эта дата, ее не назначает государство. Но как можно назначить Новый год, например? Когда-то попытались, до сих пор у нас Старый Новый год, Новый Новый год. Также и с другими сакральными датами, которые могут быть традиционные, историчные. Тут вопрос в другом. Чтобы установить сначала свято, а потом посчитать экономику, вам бы у людей спросить, что в этой стране свято. И день вы увидите. И не нужно его считать экономически. Андрей, могу ответить? Это по существу. Могу ответить частично. Для многих украинцев сейчас свято увидеть депутатов в парламентском зале. Две недели у вас осталось до конца сессии. Чего от вас ждать? Вы успеете принять хоть что-то важное и полезное для страны? Повестка дня огромная. Огромная. Вплоть до конституционных изменений. Насколько успешными будут эти две недели? Ваши прогнозы коротко. Андрей, вы хотите начать? Я, в основном, как раз хотел про это сказать. Я хочу сказать, что, вы знаете, можно очень много говорить про трудовую етику, что, в целом, в общественном мире, что у нас сложная ситуация, нужно много работать. Но эти все разговоры, отверто говоря, выглядят очень лицемирно. Когда каждый раз гражданин Украины смотрит телевизор в пленарный день, и он видит там порожний зал, он видит 28 раз ставление на голосование одного и того самого вопроса, потому что депутаты пошли гулять, або они где-то за кордоном, або еще где-то. И, соответственно, в этой ситуации, хочет ли мы это или нет, но влада, я понимаю, что все идеально, но она должна стать прикладом для общества. Если она, наоборот, прикладом абсолютно зворотным, то требовать от людей и повчать людей, ну, никак не выйдет в этой ситуации, будет только зворотная реакция. Хотя я прекрасно понимаю, что, конечно, нужно прекратить эти переносы, если выпадает на суботу и неделю, это действительно какая-то абсолютно ненормальная ситуация. Но, опять же, это будет нормально восприниматься в обществе только тогда, когда люди будут видеть реальную работу влады, парламенту, как главного органа представительского и единого законодательного органа. Сегодняшний парламент политично уже себя помножил на нуль. Вот даже с этой постоянной прогулами, постоянной недисциплинованностью, и это в период войны, это в период экономической кризи. И поэтому сегодня вот такая ситуация, и вот так и люди на это смотрятся, и так люди реагируют. И поэтому действительно для людей, мы уже довели ситуацию до того, что у нас один день в тиждень до обеду теоретично может что-то важное проголосовать. Вот я о чем хотел сказать. Фактически голосовать-то вы будете за ближайшие две недели максимум три дня. Четыре. Два дня. А реально два. В вторг уже реально теж ничего не проходит. Середа, взагалі, порожний день. Пятница, навіть не ставит никто уже ничего. Четвер и то до обеду. А какие слухи ходят? Сессию не будут закрывать? Олексей. Мы тут дуже гарно говорим про те, что дейсно депутаты не ходят в зал. И дейсно это так. Это проблема наша. Але чому минулого пленарного тижня, чому мы не смогли с вами разом проголосовать, и даже не включили в порядок денный проект про внесение изменений до регламенту, про внесение изменений нашей с вами Конституции работы? Чему мы этого не сделали? Насправді, это у меня, я держу в руках проект порядку денного. Он почти на 20 аркушев паперов на следующий тиждень. Там очень много и важливых законопроектов, возможно, меньше важливых или актуальных. Но вопрос, на самом деле, не в том. Я вам честно скажу, что в нижнем парламенте мира вот такую кількість, даже десятую часть такой кількости, народные депутаты или представители парламентарей не рассматривают. Поэтому тут ключевым должен быть показатель и что касается всей Украины, и что касается парламенту, это продуктивность. На самом деле, не обязательным работать, например, 90 часов на неделю, або работать, например, 250 дней на год. Вы сейчас о кома депутатов или о простых украинцев? Не имеет значения, я про всех говорю. Тут имеет значение про тих, про працюющих. Бо депутат, это, на самом деле, тоже профессиональная, певно, такая, с особливостью политичная, но все равно профессиональная деятельность, парламентар. Поэтому тут ключевое есть продуктивность работы. Так вот, по продуктивности работы Украина на сегодняшний день в четыре раза отстает от Европы, и в шесть половин разов отстает от США. Я думаю, что если мы поднимемся на депутатов, например, качество принятий законов, и как они принимаются, и к количеству, то, в принципе, мы и по продуктивности очень сильно отстаем, если мы говорим о качестве. Поэтому давайте все же таки не перекручивать, не маніпулювать. И нам нужно идти до того, что мы прекратим говорить о количестве, а начнем говорить о качестве. Потому что, на самом деле, вся Европа отдыхает не меньше, чем украинцы. Насправді, у всей Европы, даже в некоторых странах, набагато больше за законом есть щоречная отпуска. Набагато больше, точнее, в некоторых странах даже меньше есть рабочие годы, и количество рабочих годов на неделю. Но все равно в продуктивности, в процветании и в своем ВВП все эти страны нас обогнали очень далеко вперед. И тут ключевым есть как раз ответ на вопрос, как мы будем увеличивать продуктивность работы, а не количество рабочих дней. что, наверное, намного важнее. Николай Скорик. Первое, спасибо большое за предоставленное слово. Первое в отношении праздников. Я прошу, чтобы мы не спекулировали вопросами роста или падения ВВП, количеством праздников, потому что тот законопроект по сокращению праздничных дней, о котором говорили коллеги, предусматривает в том числе и сокращение как праздничного дня, Дня Победы, и ряда других святых для большинства украинцев праздников. Если говорить о переносе, то, припустим, и той же ВВП, он априори выпадает на неделю, тому ее перенос на понеделок иначе не можно. Что касается работы парламента, мы забываем о том, что мы приняли постановление в отношении фактически имплементирования того заключения, которое дала комиссия Кокса в отношении работы украинского парламента. Вот в том перечне рабочих дней, чем занимался парламент в разное время, есть, предположим, 51 день, вы сказали, работа в комитетах. Это все прекрасно понимают... 51 пленарный день. Все прекрасно понимают, что это лицемерие, потому что комитеты фактически в нашем парламенте заседают по средам на сессионные недели. Только тогда есть форум. Это нужно сказать прямо и откровенно. Что касается того, чем надо заниматься, то действительно я совершенно... И, кстати, заключение комиссии Кокса, оно четко предусматривает, что не может быть такого количества законопроектов выноситься на сессионную неделю. Оно предусматривает увеличение количества рабочих дней, но оно также предусматривает и квотный принцип внесения законопроектов в зал, когда бы учитывалось мнение оппозиции. И как представитель оппозиции я могу сказать следующее, что если в этой повестке дня нет трех главных моментов, это вопросов установления мира в стране, если в этой повестке дня нет вопросов урегулирования тарифного геноцида, который власть фактически устроила с 1 июля, если нет вопроса касающегося повышения жизненного уровня, то есть то, что нужно людям, то эта повестка дня никому не нужна, и от того, будем мы заседать 90 дней там один или вообще не заседать, ничего для людей принципиально не поменяется. Я хотел не согласиться с вами, Алексей, в том плане, что я думаю, что не совсем верно, то, что граждане Украины, для них будет чудом увидеть депутатов в зале. Граждане Украины... Это праздник, праздник. Это уже не будет праздник. Граждане Украины боятся сегодня народных депутатов, они боятся, что они примут следующее. То есть, когда парламент отдыхает, есть возможность не испугаться, что они хотя бы повысят там, не они повышают тарифы, что опять не поднимется там пенсионный возраст, не возрастут тарифы, не будут введены новые, не будут... Парышня, парламент может проголосовать постановление, о котором, извините меня, пожалуйста, обязать государственные органы привести... Да что вы так и не говорите? Да ничего я не говорю. Это правда. Мы пятую неделю стоим возле трибуны, кто нас обращает внимания. Я не про это... Мы еще будем стоять пятьдесят... Опять же я говорю, что это работа парламента. Вторая. Не работа парламента является направление писем на Вселенский Синод, который... Какое письмо должен был направить парламент? Какая религия является главным? Сколько пас... Сколько надо пасправить, праздновать в этой стране? Католическую, православную, может, писать будем отмечать? Это совершенно... Третье. Последнее. Вы можете соглашаться или не соглашаться. В стране мы забыли самое главное. Когда барышня рассказывает о том, что в Европе отдыхают точно так же, как в Украине, так в Европе нет войны. В этой стране идет война. А эти ребята отдыхают, ездят на футбол, одевают шарфики и радуются всему, что происходит. Кирилл, у меня только к вам одна просьба. Я к вам с уважением отношусь. Да, я тоже к вам. И к гостям тоже относитесь, пожалуйста. Это не барышня, все-таки народный депутат Украины и Европе. Надо говорить, надо просто говорить, давайте будем показывать, соответствующие тем, надо мерить себя в соответствии с тем, что происходит в стране. Спасибо. Вадим. Ну, уже наш спор показывает вот ряд вещей. Во-первых, кризис парламентаризма, в общем, перманентный кризис, 25 лет, связан с тем, с кризису идентичности парламентской деятельности. Чем должен заниматься парламент? Его место в обществе. Его место в обществе. Продуктивность парламента. Вот не случайно возникли вопросы о реформе парламента. Его действительно надо реформировать. Но не так, как нам предлагает сегодня руководство парламента, а несколько по-другому. Второй момент. Второй момент. Значит, есть праздные общества, а есть общества продуктивные. Вот феодальные общества, Они были праздными, потому что они больше праздновали, чем работали. Поэтому они и жили по-феодальному, не было больших городов, не было заводов, не было автомобилей, не было самолётов и так далее. Вот мы, скорее сегодня, общество праздное, нежели продуктивное. Потому что у нас сокращаются рабочие места, у нас останавливаются заводы, никто не хочет работать. А зачем работать за копейки? Все хотят отдыхать, либо красть. Я читаю ленту за эту неделю. У нас все в политику идут, у нас каждый день создаётся по партии. А я не вижу информации. У нас создаются рабочие места. У нас есть информация о том, что в один день создали аж две партии. Я добавлю, у нас на довыборах 17-го числа на 7 мест сотни претендентов. Да, совершенно верно. Так вот, аж две партии в один день. Там 10 человек, одна группа, они же две партии создали. А завод открыли или нет? Один, хотя бы, вот за последний год. А стартап открыли или нет? По крайней мере, новостей нет таких. Это путь... Ну, я же понимаю, это не производительный труд, политический труд. И вот это перепроизводство политического труда и перепроизводство политики, оно просто губит страну. Потому что стоимости нет. Национальное богатство падает, зато уровень, точнее, богатство в политике растёт, количество политиков растёт. Все хотят эту политику туда любой ценой. Чушкой, чучелом, тушкой, любой путём пробраться в эту политику. Это что-то ненормальное. Значит, надо с этим бороться. Бороться не с праздниками, не с святами, не с выходными. Потому что, знаете, на выходные у нас не все отдыхают. На выходные люди работают, на своих, на немонетарной экономике это по-научному называется, на своих приусадебных участках, потому что им зиму надо выживать. Они солят, сейчас картошку сажали, а осенью будут огурцы мариновать, помидоры мариновать. Потому что зимой же надо что-то есть. Так вот, не все у нас отдыхают. Но, людям надо рабочие места создавать. Не создадим рабочие места, люди будут памятники, памятники будут сносить. Потому что они молодые ребята, у них кровь, у них гормон, им надо работать. Рабочих мест нет, политику ходы уже тоже забитые. Значит, они будут возле памятников. Будет чёрт, потом будет ещё один памятник. Война, война как, секундочку. Майдан как место работы закончился, а война это тоже место работы, тоже закончилось, так? Потому что большой войны нет. Дайте людям работу, дайте землю им. Чё вы землю им не даёте? Дайте по 10 гектаров. Пусть в фармерсе хозяйство делают. Строят дома. И свою энергию тратят не на непродуктивную, праздную деятельность. Гулять по Киеву, таскать, и сносить ларки или памятники, или ещё что-нибудь. А создавать стоимость. Растить урожай, строить дома, строить заводы, стартапы создавать новые. И тогда Украина будет действительно продуктивной страной. Понятно, спасибо. Борислав, вы просили о хорошей ремарке, пусть она будет хорошей. Согласно цитату Жака Сыгла, парламент это срез общества. И фактически действительно полное зеркальное отражение. Если мы посмотрим, в обществе есть сумасшедшие, в парламенте они есть. В обществе есть клоуны, в парламенте они есть. В обществе есть профессионалы, в парламенте они есть. В обществе достаточно большое количество людей, которые хотят что-то поменять. В парламенте они тоже есть. Общество разобщено и парламент разобщен. Мы полное отражение общества. Для того, чтобы парламент изменился, общество также должно эволюционировать. И после этого сможет эволюционировать парламент. Других вариантов у нас есть. Есть вариант, можно переизбрать парламент. Борислав, для того, чтобы общество изменилось, парламент это должен сделать. Парламент для того избирают, чтобы изменять общество, делать его лучшим. Это задача парламента, это задача депутата. И последний эксперт по этой теме Дмитрий Раимов, и мы завязываем с праздниками. Сейчас очень сложно в Киеве найти за складом зарплату 6,5 тысяч гривен. Зато на место в парламенте 100 человек, на ту же зарплату. И при этом красота просто безумная. Все так хотят зарабатывать 6,5 тысяч гривен. Все прям вот туда рвутся. Проблема не в украинском народе, не в украинском человеке. Действительно, Борислав прав, что парламент это все-таки срез, но зеркалом я бы назвал кривым немножечко. Потому что не все украинцы такие, и большинство украинского народа достаточно умные люди. И я бы сказал, подавляющее большинство. Просто когда они не собираются в партии, не собираются на митинги, эти люди достаточно образованные и понимают, что у них нет рабочих мест. У них, вот последнее социологическое исследование, Research and Branding Group, 86% людей не смогут заплатить тарифы с 1 июля. Они просто понимают, что они не смогут посилить эти цифры. И действительно, они не понимают, где им работать. Проблема лишь в одном, что есть политики, которые должны, как меня учили в школе, быть... Я до сих пор помню свою учительницу истории, которая говорила, Дима, политики должны быть образцом украинского общества. Они должны быть элитой и показывать. А вот здесь уже включается, Алексей, в то, что не приходят на работу, то, что рвутся на зарплату в 6,5 тысяч гривен, при этом появляясь в Брионе, при этом приезжая на рабочее место, ну, реально не в автомобиле среднего класса, а в очень дорогом автомобиле. И все это демотивирует. Демотивирует студента, который приходит на пары и видит в том, что нет у него перспектив дальше вырасти, потому что если он не даст на лапу, или его папа где-нибудь не пристроит, он нигде не вырастет. Ему демотивирует человека на работе, который приходит в госорган получить справку, а там с 4 часов уже никто не работает. Дима, и отпуски имеют, которым, кстати, ваша учительница истории может позавидовать. У них, кажется, по экзоту 56 рабочих дней, а депутаты вот только летом. Сейчас уйдут на полтора месяца. Кстати, мы у зрителей спросили, должны ли депутаты уйти в отпуск этим летом или должны продолжить работу. Покажите нам результаты опроса, пожалуйста. Это мини-опрос, который проходил на нашем сайте подробностей, пока мы с вами здесь беседовали. Должны ли депутаты работать летом? Да, уверены 85% тех, кто нас сейчас смотрит и голосует на сайте подробностей. Я попрошу коротко прокомментировать Тараса Костанчука, если хотите, результат этого опроса. Вашим, вы бы какую кнопку нажалили? Ну, конечно, никто не должен работать, в Украине война. Вы спросите у меня за два года, что я святкувал. Я ничего не святкувал, я даже дни народжения своих детей не святкувал, потому что я считаю, что это блюзнерство, и это невозможно делать. Помните, что у нас война, у нас парни гинут, они на фронте, они имеют право что-то святкувать. Все другие, не депутаты в том числе. Я хочу напомнить и вам, господа народные депутаты, и зрителям свое обещание, которое я дал несколько эфиров тому назад. Если вы все останетесь и будете работать, я вас к этому призываю. Я обещаю, что и редакция «Черное зеркало» пойдет на тот же подвиг и откажется от отпуска, и будет с удовольствием работать и приглашать на святкув. Подумайте. Ну, все-таки, вот, кажется, Вадим, вы говорили о том, что нам необходима реформа парламентаризма в Украине. Не только реформа парламента нам нужна, не только ее ждут украинцы. Реформа была обещана за эти два года с хвостиком уже после революции достоинства. Много. Пока что похвастаться мы можем только одной реформой – национальной полиции. Ровно год назад, вот в эти дни, впервые в Киеве появились новые полицейские патрульные. В общем-то, в Украине появилась национальная полиция. Давайте разберемся, год с полицией, каким он был, с какими результатами национальная полиция подошла к своей первой годовщине. Первый вопрос житейский. Кто из вас лично сталкивался с новой национальной полицией? Я сразу хочу вам сказать, не с патрульными, не с патрульными. Штрафы за пьянку за рулем, об этом не рассказывайте. А именно с работой национальной полиции. Ирина, вы еще. Ну, я гадаю, что все памятаю, десь приблизно півроку тому у меня пограбували квартиру. И я викликала полицию, причем я поведомила, что я народный депутат, так я проживала на первом поверси. Залезли до меня через векно, полиция там приїхала за 40 минут, эксперти, всі отбитки пальцев взяли, все зробили. Наступный день меня викликали для того, чтобы я еще раз вкотре дала там черговые показания. Но, на жаль, и пообещали перезвонить. Это было півроку тому. Перезвонили? Даже не звонили. Я народный депутат. Понимаете, что меня пограбували, и грабежники, скорее всего, знали, что я народный депутат. То есть, никто ничего не расследовал. У меня вопрос, на какую справедливость, на что может рассчитывать обычный гражданин, кого пограбували, а кого проживали вошли. Я думаю, сейчас большинство наших зрителей сидит и думает, но если ей, народному депутату, не помогли, это очень большая проблема. Я бы реформу полиции поделила на две части. Первая часть – это патрульные, которые хорошо выглядят, которые действительно внушают доверие в общество, которые идут, и человек чувствует себя где-то более-менее безопасно, ей приятно, в ней нет такого недоверия и такого сразу от полиции. Доверие к новой патрульной полиции до сих пор высокое. Как было от милиции после революции гидности. Но вопрос в стратегических и системных изменениях. Насколько увеличились показатели по раскрываемости злочиней? Ни, они изменились. Показатели, наоборот, увеличились по нерозкрываемости злочиней. Насколько стали эффективнее работать? Насколько МВС в целом, как структура реформировалась? Мы видим много людей, которых сейчас пытаются выдернуть и притягивать до ответственности за сепаратизм, которые были связаны с Беркотом, которые были связаны, в том числе, с разгоном Майдана. Это проблема. И я думаю, что сегодня не стоит праздновать революции реформы полиции, стоит говорить о том, что реформа только началась, и нам нужно работать, 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 работать над ее досконально. Бориславович, в жизни нет монохромного цвета, нет только белого, только черного, только красного. Везде есть полутона, их надо видеть тоже. Касаемо реформы полиции, очень двойственное чувство. С одной стороны, действительно, есть какие-то изменения. Они, скорее, косметический характер, я согласен. Полиция патрульная изменилась, есть определенные минусы, но они, получая опыт, эволюционируют и превращаются в что-то более-менее достойное. Но остальная полиция, давайте поговорим о ней, давайте поговорим о том, что регулярно мы слышим, задержали пьяного начальника одного РВД, задержали полицейского, торгующего наркотиками, задержали... Почему? Потому что, фактически, взяв милиционера и одев на него китель с новым шевроном, мы не поменяли его суть, а это и невозможно. И когда мы выясняем, что переаттестацию проходят люди, которые, ну, не просто там за сепаратизм разыскиваются или еще что-то, а фактически раньше руководили схемами, которые крышуют по-прежнему, то здесь ничего не поменяется. Понимаете? То же самое, что взять, допустим, чиновника из мэрии и дать ему мандат депутата, он все равно будет дальше крышевать и заниматься своим бизнесом. Так и здесь. Нас надо понимать. У нас должен быть следующий этап. Следующий этап – это академическая подготовка полицейских. Самая обычная вещь, да, действительно, создание академии, создание образовательных центров. Сколько времени тратили на обучение первых полицейских, кто это помнит? Пару месяцев. Несколько месяцев. Пару месяцев, я же говорю. А сколько требуется реально? Это достаточно серьезная подготовка. Притом не только стрелять. Это надо знать, как минимум, кодекс. Это надо знать свои полномочия и обязанности. Также есть вопрос к нам, как к народным депутатам. Потому что мы обязаны наделить их большими полномочиями. У полицейских достаточно ограниченная возможность сейчас. Функционал их ограничен, искусственно ограничен. И вот у меня вопрос. Когда начнется академическая подготовка? Потому что только после того, когда мы получим полицейских, которые будут качественно подготовлены, мы получим реформу. Но на ту зарплату, помните про 6 тысяч, которые вы говорили? На ту зарплату, которая сейчас обычный следователь идет, а такая зарплата не более 2,5 тысяч гривен. Очереди нет. Соответственно, мы должны понимать, и это целая цепочка, что если мы не создаем условий, в том числе и социальных, и финансовых, для применения новых людей в полицию, то старая полиция будет, в игре, старая милиция, и дальше будет просто одевать шеврон и не выполнять свои обязанности. Давайте посмотрим, мы подготовили графику, когда анализировали, как изменилась криминогенная ситуация в стране и в Киеве за последний год. Покажите нам, пожалуйста, какие цифры у нас сейчас есть. Раскрываемость преступлений на сегодняшний день в Киеве составляет 10%, в среднем по Украине 20%. А покажите, пожалуйста, количество преступлений относительно предыдущих годов. Рост краж по Украине с 2015 по январь-май 2016, мы взяли вот январь-май, один отрезок, только в разных годах. Вы сами видите эту цифру на 60 тысяч больше. С чем это связано? Все-таки с ухудшением экономической ситуации, с угонами, возросло количество угонов автомобилей, все это и вы, и наши зрители вот сейчас видят. Ухудшение экономической ситуации, ситуация на востоке Украины, возможно. Это все вместе. Это комплексная работа. Это фрагментарно, эту проблему, понимаете? Тут надо смотреться, я полностью погодюсь на эту проблему комплексно. Бо тут немає односкладної відповіді, що умовно угони автомобилів збільшились тільки из-за того, что десь там в каком-то населенном пункте, або еще десь, не діє система полиції або карного розшуку. Но, вы знаете, тут важно понимать, что такое реформа. Реформа – это не просто смена назви. Если мы полицию переименовали в полицию, и патрульную, криминальную, карную полицию, теперь полиция. По факту, от этого ничего не может измениться. Важно в том, чтобы мы изменили качественную складовую. То есть, какие фаховцы там будут працювать. И чтобы зацикавить людей там працювать, соответственно, мае быть и социально-экономическое их обеспечения. Но важно понимание, что они должны нести соответствующую дисциплинарную ответственность. Им мае быть что втрачать. Они должны дорожить этой работой и должны делать все для того, чтобы улучшить это. Я просто наведу приклад. Я был членом комиссии, которая не атестировала, а призначение прокуроров на административные посадки, на мисцевых прокуратур. Так вот, мы бачили, я в комиссии, которая отвечала за так называемый Одесский регион. Это Одесская, Миколаевская, Херсонская, Кировоградская область. Так вот, процент внешних кандидатов, ну, если був 5%, это, я вважаю, была очень большая цифра. А чему? Потому что, умовно, заезжая на своем автомобиле ближе к комиссии, который официально у меня задекларировал, я бачу кандидата, который потом хотел стать прокурором с зарплатою 2000 гривен, который заезжает на BMW X5. И такие вопросы, которые не несут ответственность. Знову же таки, вот смотрите на патрульную полицию. Люди, люди, они имеют соответственно социальное обеспечение, они получили фаховую обучение, возможно, базовую, возможно, ее нужно погиблировать и покращивать. Но, безумовно, изменилась сама система координат. На самом деле, то, что мы сейчас подекуди бачим переатестации полиции, там, карной або иной полиции, там, если ты брат, сват, родич, губернатор, все, у тебя автоматичная индулігенция пройти атестацию дальше. Або мера и так далее. Не до реформы это называется. Очень много желающих выступить, Владислав. Да, Андрей, давно. Рек тому начала працювать сначала в Киеве, потом в других местах новая патрульная полиция. И, естественно, есть плюсы, есть минусы. Мы бачим, на жаль, что увеличение количества злочиней и их раскрываемость, статистика, жахливая, и это нужно признать. И это показывает, на жаль, все проблемы, которые там есть. Но что на самом деле сталося? Действительно, очень много людей пошли работать с новыми патрульными, с абсолютно щирыми намерами, и они очень стараются. Большинство из них пытаются ответить, что они задекларировали. Хотя бывают, естественно, и проблемы. Но, по сути, вот это зогнилое, абсолютно, коррумповое тело МВС прикрылося ними, как певною такою витриною, за которой далеко можно защищать всю коррупционную систему, которая была раньше. Потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что в МВС коррупция основная была не на рівне патрульно-постовой службы. Вона была на других трошки щаблях и на других трошки питаниях. Крышевание наркотиков, там, все эти, там, те же самые крышевания, там, алкоголь, контрафактный. Да, безлечи питаний, абсолютно. Знову ж таки, хабарность, то все это и так далее. Если мы говорим про эту всю систему, то эта вся система лишилась. И сейчас, если мы говорим про аттестацию, то ситуация классичная в аттестации такая. Так туди могли запустить, ну, людей, активистов, які мали, дійсно, там, принциповую позицию. Але завжди вони були в меньшості. І зараз дуже багато уже активистів, які туди пішли, якраз из Майдану, багато атошників, які туди пішли в цей комиссии, вони зараз від це виходять масово. Кажуть, ми втратили сенс в всем, ми не бачим сенс. У меня другой вопрос, а який був сенс проводити, взагалі, ту переаттестацию, якщо спочатку не була підвищена заробітна платня? Это уже, по сути. И таки цели, что... Но суть полягає в том, что сегодня аттестация уже фактично провалена. Потому что величезная кількість суперродиозных людей в эту аттестацию пришли. И вона уже не мает никакого сенсу. Я вважаю, да, все, Николаїв, а затем Кирилл, а затем В. Андрій. Вот я согласен с колегами, що немає черного і білого, є полутона. Вот на одному із ефіров, який случився після того, як наші доблістні патрульні поліцейські розстріляли чоловіка, який нарушив правила дорожного движення в Києві, скоростного режиму. Кстати, до сих пор що-то ніхто не слышав результатів розслідування. Виноваты, вони не виноваты, як іде суд, і так далі. Вот, коли ми говоримо о повищенні заробітні плати, то ми маємо розуміти, що побачити корупцію в нищій країні ще нікому не вдавалося. Візьміть, там, африканські країни, латиноамериканські країни, повищати заробітну плату исключительно прокурорським роботникам, роботникам поліції і так далі, що ми тодо строю? А не повищати, предположим, учителям, врачам. Що ми тодо строю? Ми строю полицейське держава? Коли кажуть о тому, що давайте вернемся к академичній підготовці полицейських, так у нас це все було. В системі МВД було достаточне кількість университетів, які готовили по 4 роки спеціалістів. Сказали, що не потрібно, тому що вони всі коррумповані. За 3 місяці ми парикмахерів, футболі, кого угодно, ми зробимо з них професійних полицейських. Ми прекрасно видим, що це не так. Після цього ефіра, я дуже добре помню, коли була дискуссія в відноші того, як повинна працювати поліція, один із колег мені сказав, що ви знаєте, важливо не то, як вони розслідують притупління, а важливо, якого к ним доверію в обществі. І вот доверію, посмотріте, соціологія показує уровень доверію, височенний. Ребята, полицейські, це не люди, які переводять бабуся через вулицю. Це не люди, які, якби, дозволи просто олицетворять собою владу, щоб вони красиво виглядели. Вони должны защищать порядок і законність, і безпеки. Але я б все-таки, якщо в нас в разі растет преступність, і на порядок снижається розкрываємість, то, значить, поліція не работает. Я б все-таки хотів сказати і о плюсах. Але, согласітеся, за год проведена колосальна просто работа. 30 с небольшим городом на сьогоднішній день охватила ця реформа. Ну неужели вообще нічем похвастаться, Кирилл? Знаєте, я, к сожалению, с колегами не соглашусь. Полутона можуть бути везде. Полутона можуть бути при учебі, там, в университеті, при учебі в школі, коли люди учатся. Коли люди выходят на вулицю бороться з преступністю, там не може бути полутонів. Хорошо научатся через год, через два. Це измеряється человеческими жизнями. Не научатся через год, через два, тому що люди не вернутся. Це раз. Второе. Я хотів сказати, що сьогодні, вовчим-то, кроме цієї реформи, бачу праздник. Сьогодні день следователі. В міліці її отмечають. І я знаю багато настоящих следоків, які в свою життя положили на це дело. Котори ніколи не брали взяток, на яких вешали все, що тільки можна. Я уверен, що їх повигоняли. Тому що комісії, які прийшли отбирати ціх нових поліцейських, і дівчинам, які училися три місяці, дали зарплату, я не знаю, скільки, 10 тисяч, а опера, слідаки, всі остальні роботники получають 3 тисячі, а ці опера проработали в цій поліції десятки років, вони цих поліцейських красивих просто съєдять. Олег, ви знаєте, я тут серед усіх дискусій хочу просто неяснятість для наших телеглядачів. Для наших телеглядачів сьогодні чи завтра, 2 липня, не день реформи, не річниця реформи національної поліції, а лише старт у Києві, запуск патрульної поліції, потім було у Львові, потім у Харкові, Одесі і так далі. Але це є лише частина, це є лише патрульна поліція, до якої дійсно з 6-7 відсотків зросла довіра більше ніж на 50. Давайте беремо соціологію і поліцію, давайте о другому. Коли? Це лише перший етап. Другим етапом буде реформування системи дільниче, які зараз будуть отримувати 10-10 тисяч гривень. Далі зараз ідео артестація і наступним, чекайте, будь ласка, і наступним елементом буде набір нових поліцей, в нове слідство, в новий оперпідрозділ і так далі. Тридцять секунд. Ви продовжите спорти і дійсно. Дайте славу Андрію. Ми так можемо... Главний вопрос. Два года, если вначале поліція була понятна, ускорена реформа, фасад, сейчас вообще фасад, потому ж следственні функції, участковая... Агентурна цель. Я просил говорять о Савченко, который выгодно казаться не Савченко. У меня простой вопрос. У этой ситуации двухлетней имитацией есть заказчик? Можно, можно... Вы заслали уровень организованной преступности и слияния с госаппаратом? Речены ли вопросы Янтарной Республики? Потому что проблема не в этом, Андрей. Потому что когда вы проводите реформы, надо понимать, что вы хотите. Послушайте, что вы хотите с реформой? Все о чем говорите? Ответы на эти и на многие другие вопросы мы знаем во второй части нашего ток-шоу. Кроме того, вы увидите здесь в студии «Живем» фигуранта одного из главных антикоррупционных скандалов прошлых недель. Дождитесь. Продолжаем узнавать все, что пытаются скрыть от вас чиновники и политики. Это «Черное зеркало». Я очень рад, что вы дошлились. Этот час начинаем с обещанного мной общения с одним из главных героев крупного, я бы даже сказал, грандиозного скандала, которое сотрясает украинский политикум, да и Украину уже не одну неделю. Александр Онищенко у нас в гостях. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, а вы уже официально получили обвинение какое-то или продолжаете их получать только с экранов телевизоров и из статей газет? На сегодняшний день никаких обвинений я не получал. После того, как директор НАБУ и антикоррупционный прокурор объявили в телевидении, что я пропал, исчез, они меня разыскивают. Я прилетел сам, пошел, сделал визит в НАБУ и попросил, предъявите мне какие-то обвинения. Скажите, в чем меня обвиняют? На самом деле, даже директор НАБУ меня принял и сказал, на сегодняшний момент к вам вы пока не являетесь в статусе обвиняемого. Вы нам пока не нужны, то есть вы пока можете идти, мы вас позовем, когда это будет необходимо. Вот такой у нас разговор с ним состоялся. Вот эта вся история напоминает мне, знаете, какой-то мультик, помните, был «Марио грабит банк», когда в одном городе знали, что в банке лежат деньги, и вот все там полиция, эти все сидели, рассказывали, надо идти грабить этот банк, брать эти деньги. И каждый ходил и рассказывал, сколько кому нужно дать. Вот это типа вроде того. Каждый день идут какие-то обвинения, там украдено столько, начали там 500 миллионов, потом миллиард. Сегодня там, сказали, нашли 4 миллиарда. Знаете, вот кроме голословных заявлений, никаких действий больше нет. Нет, ну я бы с вами не согласился, действия есть. Обвинения проявляются кругу ваших помощников, друзей. Сколько человек, в общем, уже побывало на допросах? Ну, смотрите, кругу помощников. Непосредственно меня обвинили, что я организатор преступления. Меня назвали организатором, меня по телевидению обвинили во всем. У нас, как бы, я считаю, что в моем отношении наручные приземцы невиновности. Но как у нас может глава НАБУ или там антикоррупционный прокурор говорит, виноват или не виноват. У нас, виноват или не виноват, решает суд. Они хотели бы, конечно, чтобы я сбежал, сделать из меня козла отпущения, повесить все вот эти вот грехи на меня. И они очень, конечно, были удивлены, когда я вернулся и сказал, да, пожалуйста, давайте, снимайте с меня неприкосновенность. На следующей неделе в парламенте будет решаться вопрос о снятии с вас, как минимум, депутатской неприкосновенности. Вы в парламенте будете в этот день? Да, я же здесь нахожусь, я никуда не уезжаю. Я нахожусь на месте. А кто из депутатов как будет голосовать по этому вопросу? Можно вопрос сначала задать? Можно. У меня один вопрос, который вот по информации, которая получилась. Я просто хочу, чтобы она стала публичной, мне самому интересно. Там упоминается порядка десятка фирм. И говорится, что вы являетесь их акционерами. Это правда? Имеете ли вы отношение к укоргазодобыванию? Я хочу, чтобы вы это сейчас сказали публично. У меня есть доли в двух компаниях. Вот эти десятки фирм, которые нарисовываются, это как бы, ну, я говорю, вообще вся эта ситуация, это полный бред сумасшедшего. Я не занимаюсь этим бизнесом, потому что бизнес это сегодня не перспективный и не рентабельный. В 2014 году ввели 70% ренту. Вы возьмите просто калькулятор и посчитайте, что может зарабатывать сегодня бизнес с укоргазодобыванием. 70% это рента. Грубо говоря, не считая же рента от той цены, по которой вы продали газ. Считается рента от той цены, по которой устанавливает НКРЭ. Поэтому платите вы фиксированную ренту. Если цена НКРЭ там стоит 6-7 тысяч, то вы платите порядка сколько там? 4 тысячи 200, это только рента. 10% забирают укоргазодобуча себе за подготовку. Компании должны продавать газ, грубо говоря, там процентов на 10-15, зависит от сколько, дешевле, чем рынок, правильно, чем наднефтегаз или еще кто-то. Тогда они как бы становятся конкурентоспособны. Если вы вот это все прикинете на калькулятор, то вы увидите, что там нет никакого заработка. Я вот готов сегодня, когда там люди говорят, что эти компании зарабатывают миллиарды, я готов сегодня отдать или не отдать или... Это ваши фирмы или нет просто? Какие? Вот, которые перечисляла на буш, там 10 фирм, которые... Я же вам ответил на вопрос, да. Только в двух фирмах, правильно? Да, в двух фирмах, у меня есть части далее, в двух фирмах, да. Но я этими компаниями не занимаюсь, да, потому что, ну я вам говорю, они не рентабельны. Хорошо, Александр, а каким еще бизнесом вы занимаетесь? Я хочу напомнить, что вы сказали, что вот это преследование вы объясняли в одном из интервью попыткой отобрать у вас бизнес. Да, просто я так понимаю, что Укргаздобычу собирают сейчас приватизировать и продать. И вот эти компании, которые имеют совместную деятельность Укргаздобыча, они как кость в горле. Я так понимаю, те, кто хотят купить эту государственную компанию, они не желают видеть, допустим, другие компании в какой-то связи или которые имеют договоры с Укргаздобычей. Вот и все. Павел Александр, у меня одно короткое питание. Скажите, будь ласка, это именно поэтому парламент нещодавно, под такие крики, разглядал законопроект, который был спрямованный на понижение рентной ставки на выдобуток газа? Потому что Борислав задал вопрос, вы сказали, что высокая рента 70%. И вот нещодавно в парламенте была целая буря эмоций, что мы должны ухвалить законопроект по снижению рентной на выдобуток газа. Это с этим повязано? Я вообще считаю, что надо дать самые благоприятные условия для добывающего бизнеса. Вы посмотрите, за последние два года из-за высокой рентной не произошло ни одной инвестиции. Никто инвестировал, никто ничего не пробурил. Добыча газодобычи упала порядка на 15-20%. То есть количество газа падает. Если вы думаете, допустим, что вот эти высокие ренты, они чем-то помогут государству, они наполняют бюджет, то это не так. Если вы хотите завести инвестора, вы должны давать максимально благоприятные условия под все газодобычи. Если вы хотите энергетическую независимость. А мне просто интересно, депутаты задают друг другу вопросы. Раньше они могли задавать вопросы в Верховной Раде или нет? Вы первый раз встретились или что? Я вам скажу даже более того. Для меня важно, чтобы за этой дискуссией еще и зрители наблюдали. Но у меня вопрос другой. Первое. По вашим ощущениям, снимут с вас депутатскую неприкосновенность или нет? Первое. Смотрите. Так, второй вопрос. Отношение вашей депутатской группы к этому, это два. И третий. Вот с вас снимают депутатскую неприкосновенность, так? Начинаются уже следственные действия. Ваши действия. Вы остаетесь, вы готовы судиться, вы идете. Конечно, конечно. Смотрите. Вы нам обеспечите публичный судебный процесс и новое зрелище. Украина получит новое качественное зрелище. Да, я специально хочу это. Я жду не дождусь, когда мне вручат пидозру, так как они хотят. Я хочу идти открыто в суд, в публичный суд. То есть я не буду убегать. Я знаю, что все хотят... То есть вы допускаете снятие? Да, да. Я не против. Я против ареста, понимаете? Я не против. Пусть снимают с меня неприкосновенность. Я против ареста, понимаете? Я хочу быть в равных условиях, понимаете? Если мы живем в демократическом государстве, то есть у нас есть суд, правильно? Я имею право доказывать, что я не виноват. Согласен, правильно или нет? Если, допустим, кому-то невыгодно, или как сегодня там объявил на конференции Холодницкий, что у него нет достаточно доказательств, и ареста Нищенко поможет ему их собрать, то я считаю, мы просто тихо входим в 1937 год. Вы посмотрите, что сегодня творится. Людей, непонятно каких людей, секретарей, юристов, их просто покидали в следственный изолятор, объявили им какие-то залоги непонятные по 200 миллионов. Моего бывшего партнера в бессознании, уже прошло 72 часа, его не осудили, его привезли в суд, и 7 часов НАБУ уговаривает судей, чтобы осудить человека, который находится в бессознании. То есть ясно, что с ним что-то сделали. Я так понимаю, что его там поломали походу, потому что у человека были проблемы с позвоночником, ему сделали только операцию, чтобы поставили пластины. То есть я при моем разговоре с директором ВУ мне открыто сказал, те, кто будут давать против вас показания, мы всех будем отпускать, а кто не будет, того мы будем душить, давить, гнобить. Ну скажите, мы живем в демократическом государстве, или мы действительно входим в 37-й год? Владислав, я прошу прощения, Алексей, но только фразу. Я прошу прощения, чтобы он понял, что он не во всем эксперт. Я прошу прощения, Нищенко, за последние полтора года, что мы находимся с вами в парламенте, мы хоть раз раз с вами общались раньше? Нет, мы с вами не общались. Секундочку, вы хоть раз раньше общались? С кем? Со мной? Нет. Это важно. Мы не разговариваем, не вопросы, которые мы задаем, для того, чтобы разобраться, постарайтесь понять. Действительно, я так говорю, что нам принимать решение, если оно будет принесено в зал, а, извините, не вам принимать, и поэтому нам важно базоваться на каких-то вещах, потому что нам умовно принимать эти решения. Пане Александре, я хотел бы, 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 я не в главный комитет, я антикоррупционный комитет. Просто не забывайте процесс, что не все робится на поле, не телебачене. А с таким видом, что не вам принимать это решение. А кто ты такой? Я не варливое время у зрителей. Владислав, пожалуйста. Большой человек. Папа устроил в депутаты для адвоката, он большой человек. Это у нас такие эксперты. Ну ладно, это такая справа. Владислав, вопрос будет или нет? Пане Александре, вы сегодня сказали, что в двух кампаниях с 10, как вы сказали, что у вас есть доля. Если я не помиляюсь, вы с таном Назарас я народным депутатом. Если я не помиляюсь, вы были народным депутатом также в минулом ускликании. Народным депутатам они обязаны были передать все свои корпоративные права перед тем, как они обирались. Скажите мне, пожалуйста, каким образом, в стане Назарас у вас может быть доля в любой компании, которая занимается любым бизнесом? У нас закон, мне запрещено. У нас Конституция чётко предупреждается, что народный депутат обязан, перед моментом, когда вы писали заяву до ЦВК, там было написано, что вы обязаны передать корпоративные права, вы обязаны передать все корпоративные права. Поэтому, скажите, нет, вы не можете. Да, это давайте, это уже такой юридический вопрос. Засновником можно быть, нельзя управлять, но я вам прошу, да. Не можно брать, не можно маты корпоративные права. Вы задекларировали эти права, господи? Слушай, он миллиардер, у него были юристы, для того, чтобы они подсказали, можно или нет. Он бы не подставлялся до кем-то. Коррекки, у меня совсем другой вопрос. Это же не так, я не знаю, по следующему вопросу. Ну, подчекайте. Не один Онищенко занимается газовым бизнесом в этой стране. Вопрос. Почему именно Онищенко имеется сегодня председатель и не имеется ко всем остальным? Вот о чём вопрос. И кто будет следующим? Александр, короткий ответ. А на другом другой вопрос. У меня, я говорю, на юридическом этом у меня оформлено всё право. Вы смотрите, вот я тоже не понимаю людей. Вы подтвердите, что вы имеете корпоративные права. У нас сегодня, когда люди официально показывают в декларациях свои заработки, показывают корпоративные права или что-то. Я же не ставил там ни офшора, ничего. Так вы определите, что лучше. Прятаться за офшором или показывать действительно, что ты владеешь какими-то там правами. Александр, ответьте на вопрос. Причина преследования именно к вам, претензии к вам. Не один вы занимаетесь газом. Вы в чём причину видите? В чём причина? В чём вы видите причину? Это важный вопрос, нужно нам голосовать на следующей неделе. Луценко сказал, что поданья будет во вторник на сессии. Я же не против. Я им сам сказал, подавайте поданья, вручайте эпидозру. Я же никуда не убегаю. А можно вопрос? Другой. Вы имеете, ну имеете, не имеете, это я как бы, чтобы не цепляться за слова, отношения к фирме Укргазоводобывания. Вот эксперты говорят о том, что если бы фирма Укргазоводобывания продавала сейчас газ на экспорт, то на украино-словацкой границе газ должен был бы стоить, согласно, ну как бы себестоимость этого газа должна была быть 84 доллара за тысячу кубометров. У нас в тарифе газ учитывается по 185 долларов для наших граждан за тысячу кубометров. Вот как вы, я прошу прощения, как эксперт, как человек, который так или иначе этим бизнесом занимался, насколько вы считаете адекватно с одной стороны брать ренту и таким образом давить газовых производителей, а с другой стороны брать эти деньги с простых людей и фактически лишать их права на, фактически права на жизнь. Потому что при пенсии 1130 гривен минимальной заплатить, допустим, 3000 гривен за двухкомнатную квартиру невозможно. Вот вы как человек, который непосредственно занимался газом много лет. Насколько это адекватно? И правда, и правильно ли я цифры привел? Все правильно. На сегодняшний день действительно компания Укргазводобывания, тот газ, который она сама добывает, она продает его по 1500 на нефтегазу, на нефтегаз, отдает населению по 7000. Здесь почему-то ни у кого не возникает никаких... Так вот и все, вот о чем мы говорим. Здесь ни у кого не возникает никаких вопросов, никто не говорит о повышении тарифов или еще. Сегодня действительно там повыше... То есть вы хотите сказать, что вы продаете на нефтегазу газ по 1500 гривен за... Компания Укргазводобывания, газ, который добывает на Украине, да, продает газ, над нефтегазу по 1500 гривен. Над нефтегаз продает населению по 7000 гривен. Александр, я хотел бы еще раз уточнить, чтобы все услышали. Вы действительно на следующей неделе будете в Украине. Я просто знаю, что вы часто выезжаете за границу на соревнования. На этой неделе у вас ничего не запланировано? На этой неделе я был на соревнованиях, но чтобы никто не говорил, я взял сегодня и прилетел. Чтобы никто не говорил, что я уехал или еще что-то. То есть и в парламенте, и из Украины вы выезжать не собираетесь. Хорошо. Народные депутаты, дорогие гости, вы имели возможность задать все вопросы. Теперь решение за вами. Мы будем наблюдать за этой историей на следующей неделе. Вам, Александр, спасибо. У меня есть один вопрос. Короткий, если можно. Мы должны двигаться дальше, у нас ждет наша следующая гость. Александр, вот сейчас нас смотрят десятки миллионов людей. Вы можете здесь дать слово, что в случае, если Верховный Совет Украины разрешит вас допросить, предъявить вам обвинение, но при этом не проголосует за то, чтобы вас арестовать, вы не убежите со страны и будете до последней минуты суда судиться с теми, кто обвиняет вас в данном случае в следующих преступлениях. Конечно, я даю слово, это моя цель в моей жизни, доказать свою правоту в суде. Я хочу, чтобы был открытый публичный суд, и я докажу свою невиновность. Это 100%. Просто я знаю больше, чем знают вот эти товарищи, которые живут в основном на популяризации, которые пришли там новые руководители и думают, как заработать себе новые медали и погоны, и придумывают вот эти громкие дела. Я уверен на 100%, что я докажу свою невиновность. Хорошо. Спасибо вам за то, что наше время были в нашем программе. Это был Александр Ромиченко, напомню. Спасибо. Я хочу... К нам сейчас вот направляется наша следующая гостья, главный, наверное, герой нашего следующей темы. Это реформа образования в Украине. Она будет интересна всем из вас, у кого есть в семье школьники, детсадовцы, абитуриенты, студенты. По каким правилам будем поступать, когда искоренятся взяточничества, искорениться в системе высшего и дошкольного образования. Обо всем этом поговорим через несколько буквально минут. Тут прежде я обещал дать... Мы закончим тему реформы полиции, года полиции. Три человека еще не успели выступить, да? Начнем мы с Фасера. Вы хотели? Дмитрий Белоцерковец, пожалуйста. Белоцерковец. Вам поможет Настя. Спасибо, спасибо. Смотрите, я как человек, который на практике видел, как работает по факту полиция, особенно патрульная полиция, здесь было много критики относительно реформы. Давайте думать о том, что делать дальше. На сегодняшний день есть большая проблема у патрульной полиции относительно одного факта. У них нет полномочий. Они на сегодняшний день не могут исполнять качественно свои обязанности. Это в том числе и связано с банальным, ну, дырявым административным кодексом. Если человек сделал административное нарушение, патрульный полицейский не имеет права его задержать, если он сам не предоставит свой паспорт. Дайте им эти полномочия. Я не могу им дать эти полномочия. В том-то и дело, что сейчас одна из самых главных задач, это помочь патрульным полицейским, которые на сегодняшний день действительно в этом нуждаются и пользуются доверием у населения. Ну, а депутатам, прежде всего, нужно начинать с самих себя. По той причине, что нужно уже забыть о понятии крышеваний, нужно забыть о понятии влияния. Вот, например, господин Борислав мне дважды звонил и пробовал крышевать нелегальный объект в городе Киеве. Господин Борислав, вы же знаете об этом. Я бы очень хотел, чтобы мы начинали все это с самих себя. Что вы там крышевали, Борислав? Я хочу покаяться в присутствии всех. Да, действительно, крышевал Рошен, но меня переубедил Белоцерковец и поэтому не снес ларек на святошку. А теперь серьезно. А теперь святошку, серьезно, без всяких шуток. А господин Белоцерковец немножко путает свои обязанности и свои знания и полномочия. Я объясню. Он недавно был главой Киев-Благоустрия. На сегодняшний день он народный депутат. Но очень тяжело отказаться от той кормушки, на которой ты сидишь. Особенно ты, если ты сидишь и крышуешь по полной программе. Не переходите на ты. Я с вами детей не крестил и на бургершах не пил. Поняли? И не собирается. Давайте, давайте, рассказываю дальше. Если вы будете его убивать, я буду вас перебивать. Господин Белоцерковец, обычная барыга, которая купила себе место в списке. И вот этот человек, который по полной программе. Друзья, извините, все личные между собойчики вы переносите в Фейсбук. Просидеть. Елена, Борислав, я отключу микрофон. Сергей знает, каково это. Просидеть полчаса без микрофона. Я вас прошу, что Николай не прокричу. Я знаю, что меня все-таки слышали. Ну так, потому что... А я буду умею, я только и буду отключать микрофон порядок прислужу. Елена Сотник, да. Ви дозвольте скористатися все ж таки можливістями. Дивіться, насправді, ну на відміну від всіх вас, я мала безпосереднє відношення до реформи поліції. Я була одним з півавторів якраз закону про реформу поліції, який ми відізвали. Нас про це попросило МБС. І в результаті цього єдиним, як би, зобов'язанням. Вони обіцяли, що всі ті принципи, які ми заклали в нашу реформу, вони будуть відбиті в їх реформі. В результаті, я чесно скажу, нас просто обманули. Тому що основний принцип, який закладався в нашу реформу, це перше було, що поліція, як будь-який інший орган державної влади, є сервісною. Тобто вона надає громадянам сервіс безпеки. Там також закладалося два основних принципи, які зараз їх відсутність дуже чітко зводить на ноль всю реформу поліції. Перший принцип – це конкурс, конкурсний добір. Тому що те, що записано зараз, переатестація – це не конкурсний добір. Те, що відбувається, це чиста профанація. І відразу, коли було прописано це в законі, вони заклали можливість навіть оспорювати ці переатестації. Навіть ті, хто не був переатестований, вони зараз це просто оспорюють в судах і повертаються в ланки поліції. Тому я хочу дуже чітко, щоб громадяни розділяли. Так дійсно реформа патрульної служби була запланована. Вона була запланована як швидка перемога. Щоб швидко всі побачили. Це три тисячі людей. А от 150 тисяч людей, міліціонерів, які зараз переіменовані в поліцейських, вони де-факто залишаються тими самими. І МВС не має відповіді, яким чином на свободу і владей. Я помню. Сейчас, извините, я приглашу нашу студію, міністр образовання, Лилию Гриневич. Спасибо, ви підписуєте, що прийшли мене. Ви, Кирилл, дуже коротко резюмируєте, і ми закінчуємо цю тему. Основне разрушительне слово – це сервіс. Основна функція поліції – це боротьба з пріступністю і профілактика пріступності. А сервіс оказывають в Макдональдзі. Це раз. І вторая колосальна проблема существує в тому, що глава поліції, у якій спрашивали, куди денуться люди, які після їх відбросять на вулицю, і ми говорили, що це приведет к росту пріступності. Ці люди нічого не вміють робити. Вона сказала, що це не моя проблема. І в цьому вся проблема нашого держава. Що глава поліції себе з цією країною не ассоцієює. Для того, щоб у нас що-то уміли не тільки поліцейські, не тільки члены нацполиції, а і взагалі все наше общество, нам потрібно меніть і реформувати, і систему образування. Ось об цьому ми поговоримо в следующій части. Наш гость – Лиля Гринєвич, міністр образування. Спасибо вам, що прийшли. Ми дуже довго ждали цього ефіра. Лиля, извините, но, можливо, вам не понравиться, але в следующій часті нашого ток-шоу сьогоднішнього ми назвали «Школа выживання». Ведь сегодня в системі образування України треба думати і о том, як вижити, а уж потім, наверное, і як реформуватися. АПЛОДИСМЕНТЫ Начну я не з глобального вопроса, госпожа міністр, а з того, що зараз дуже интересно і болить всім семям, в яких є абітурієнти. Інформація о тому, що змінилася за останнюю неделю система поступлений в вузи. Роз'ясняйте, що змінилося, коли ці змінини вступять в силу, к чому готовіться і як не попасть в просагу з новими зміниними. Перш за все, я хочу сказати, що ми забезпечуємо електронний вступ. І це означає, що жодних черг. Якщо ви маєте вдома комп'ютер і зв'язок з інтернетом, ви можете подати з дому всі документи на вступ. Якщо ні, ви можете підійти в будь-яку приймальну комісію, будь-якого вищого навчального закладу, і вам це допоможуть зробити. Друге, ви можете подати 15 заяв на 5 спеціальностей. І це розширює ваш доступ за тими п'ятьма спеціальностями. В різні вузи, зразу уточнюю. Так, у різні вищі навчальні заклади, але ви орієнтуєтесь саме на ту спеціальність, яка вам подобається. Так само працює автоматизована система розподілу. І гроші йдуть до вищого навчального закладу, місця державного замовлення, за кращими студентами. Ті, хто мають кращий результат, вибирають для себе кращий, на їхню думку, університет, де вони отримують вищу якість освіти. І для нас це принципово важливо. Тому що, по-перше, це гарантує справедливий доступ тих, хто склав зовнішнє незалежне оцінювання, а по-друге, отримають... Тобто діти отримують право безкоштовного навчання будь-де на їх вибір. Так, на їх вибір вони виставляють пріоритети, результат їм дозволяє, вони потрапляють в цей університет. І ця система дозволить нам, саме державним замовленням, підтримати кращі університети. Бо діти хочуть йти в кращі університети. Очевидно, що держзамовлення поділено за спеціальностями і галузями, відповідно до тих потреб, які сьогодні в країні є. Наприклад, у нас є гострий дефіцит IT-фахівців на ринку, тому ми збільшуємо державне замовлення на 1100 місць порівняно з минулим роком. А от скажіть зараз, дайте пораду тим дітям, які не впевнені в тому, що вони вступлять на держбюджет, де замовлення ще дуже велике, де вони можуть проскочити на бюджетні місця, а де навпаки, куди їм суватися краще не йти. Мені здається, що дітям не можна керуватися критеріями, де можна проскочити, а де ні. В першу чергу, треба зрозуміти, до чого в тебе лежить серце. Тому що, якщо ти потрапиш на навчання, на спеціальність, яка тобі не є природовідповідна, ти все одно не зможеш там нормально вчитися, і це буде суцільна мука. Тому, в першу чергу, варто, щоб діти зосередилися і їхні батьки. До речі, зараз можна в інтернеті знайти багато тестів, які вам допоможуть визначити свої професійні нахили. І наша амбіція полягає в тому також, щоб ми це зробили взагалі і ввели в обов'язково в школу таке тестування. Тестування здібностей дітей. Отже, запитайте себе, що ви хочете, ідіть до своєї мети. Главний біч, любов вступительна кампанія в Україні на протяжі последніх 25 років. Взяточничество. Що з ним робити? Я мушу не погодитися, тому що відколи запроваджено повномасштабне зовнішнє незалежне оцінювання, оце страшне хабарництво, яке було в Україні при вступі, воно сьогодні зліквідоване. В нас є інша проблема, що в нас хабарництво перенеслося на процес навчання у вищому навчальному закладі. Я тільки хотів сказати, ви знаєте, який процент бюджетників відчисляють за перший рік, щоб контрактників перевести на їх місце? Буває і таке, але буває і інше. Коли студенти, наприклад, кажуть, і було проведене таке репрезентативне опитування, і уявіть собі, коли студенти кажуть, нам простіше дати хабаря, ніж готуватися до іспиту. І знаєте, це завжди стосунки обох. Того, хто пропонує хабар, і той, хто отримує. Але, що ми робимо ще одне цікаве в цій компанії? В порядку експерименту до цього долучається тільки 10 вищих навчальних закладів, які готують правників, і на магістратуру, а саме на магістратуру, також ми маємо зараз велике хабарництво, на магістратуру буде вступ за зовнішнім незалежним оцінюванням. Ми дуже сподіваємося, що оцей експеримент також ляже в основу іспиту загального для юристів, бо в нас ще не кожен університет сьогодні готує юристів. І нам потрібен такий загальний іспит, який покаже картинку по країні. До речі, ви правильно цілком сказали про те, що щоб мати нову поліцію чи нових фахівців, нам потрібна нова освіта. Так от, нова юридична освіта. І зараз ми працюємо з Мін'юстом над такою концепцією нової юридичної освіти. Бо якщо ми хочемо робити судову реформу, ми повинні розуміти, в результаті якої освіти ми отримаємо потім цих нових фахівців. У мене дуже багато питань, я вас дуже довго ждав на ефір, але я все-таки дам висказатися і задати вам питання і нашим гостям. Ніколай, Андрій, я всіх бачу, Дмитрий, так, всі по очі. Шановна Лілія Михайлівна, я дуже радий вас бачити. На жаль, на попередніх годинах уряду у мене не було можливості задати вам цих питань. Я буквально два слова щодо юристів. На жаль, у нас дуже багато юристів в країні, але рівень законності в нас зовсім інший в державі. І не юристи роблять зростання ВВП, а саме люди, які працюють у реальному секторі економіки. І тому до реального сектору економіки. У мене два питання. Перше стосується професійно-технічної освіти, друга – середньої освіти. Стосовно професійно-технічної освіти, коли ви займали посаду голови комітету і коли ви йшли на посаду міністра, ви з трибуни Верховної Ради обіцяли, що буде вирішене питання щодо фінансування професійно-технічної освіти. Я вам доповідаю, от сьогодні в попередній частині програми Олексій питав, що робив який депутат на цьому тижні. Я дійсно працював в своєрідній Одеській області. Я вам доповідаю, що ситуація абсолютно жахлива. Ви передали, з одного боку, фінансування на рівень місцевих бюджетів, які не в змозі це фінансувати, і вони взагалі не фінансують. Є професійно-технічні заклади, де люди не отримують заробітну платню вже більше чотирьох місяців, і студенти не отримують жодних, тобто взагалі заклад не фінансується взагалі. Це перше. Друге. Якщо ви передаєте фінансування на рівень місцевих бюджетів, ви мали б тоді вирішити питання щодо передачі, мабуть, і власності цих закладів, і вирішення питання щодо заборони перепрофілювання цих закладів, вирішити питання щодо кадрових, щоб місцева влада могла вирішувати кадрові питання і так далі. На сьогоднішній день, я вам доповідаю, ситуація жахлива і вибухонебезпечна. І ваші підлеглі, скажімо, в Одеській області не роблять нічого для того, щоб її вирішити. Можливо, у них немає для цього повноважень чи грошей. Це перше питання. Друге питання. Воно теж дуже важливо. Ви доповідали про те, що буде вирішене питання щодо підручників 4-7 класів. Я вам доповідаю, що на сьогоднішній день жоден з суб'єктів Одеської області, я перепрошую, я думаю, що це стосується інших областей, не привів процедуру закупівель. Жоден район і місто в Одеській області. Тобто на сьогоднішній день взагалі немає цих підручників. І та сума, яку ви виділили згідно субвенції з десь 19 мільйонів, я дивився, на Одеськ область, вона не використана і батьки не розуміють, як вони підуть 1 вересня до школи. Дякую вам за відповідь. З професійно-технічною освітою у нас справді абсолютно неприпустима ситуація в тому сенсі, що неправильно було передавати це на міста обласного значення. Бо в нас є міста обласного значення, які мають зараз значно підвищені доходи, і вони можуть для свого ринку праці утримувати професійно-технічну освіту. І то, я переконана, що ми маємо давати субвенцію на здобуття загальної середньої освіти в цих рамках. Але, абсолютно слушно, а маленькі міста обласного значення, вони собі не дають ради. Але, почекайте, дозвольте я завершу, перше, у нас немає заборгованості по зарплаті в професійно-технічних навчальних зарплатах. Погляньте, за травень місяць немає заборгованості, якщо є по червню якісь неоплати... Вони не отримують, я, на жаль, не взяв цих людей з собою, але я вам приведу людей, які не отримують зарплату за кілька місяців. Будь ласка, дайте мені перелік професійно-технічного навчального закладу. Теплодарське професійно-технічне училище, вони вчора пікетували обласну державну адміністрацію. Будь ласка, назвіть цей професійно-технічний навчальний заклад. Я вам дам відповідні документи. Будь ласка, дайте мені ці документи. Погляньте, є проблема, є місто Одеса, є великі міста і обласний рівень, і нам зараз до кінця року, оскільки законопроект, який, до речі, я була співавтором цього законопроекту, він є цей законопроект, і він лежить у Верховній Раді України. По-перше, вони повинні бути на області. По-друге, у нас абсолютний десбаланс в бюджеті. Коли ви забираєте щось і віддаєте на місця з державного бюджету, ви віддаєте разом з цим повноваження. Повноваження для малих міст були неправильно передані. І наша пропозиція зараз, передати все це на області. Коли ви говорите про майно, ми готуємо зараз постанову, щоб все майно передати саме на області. І області повинні разом з містом зробити свій регіональний план модернізації професійно-технічної освіти. Тому що проблема... Сьогодні є борги по зарплаті. Хто їм буде вирішувати? Борги необхідно вирішувати тим суб'єктам, на які покладено обов'язки по держбюджету. Якщо в них дійсно дірка, а я хочу вам доповісти ще одну цікаву річ. Я хочу другое сказати. Якщо в них дійсно дірка, як цих людей навчити не брати взятки? Ні, якщо в них дійсно дірка, то ми повинні їм допомогти з бюджету. І ми так і робимо. Тому, будь ласка, дайте цю інформацію. Питання в іншому. Що ми виявили, що в нас є міста обласного значення, які відмовляються фінансувати профтехосвіту, а в них на депозитах лежать кошти. Це також абсолютно порушені. Ці кошти спеціальні. Вони жодного відношення не мають до загального фонду, з якого має фінансуватися професійно-технічна освіта. Андрій, ваш випадок. Це така... Ні, я тільки про підручники. Якщо ми завершимо підручники. Не кажіть цього, Лілі. Цього року підручники у восьмих класах, за них відповідає Міністерство освіти і науки, ми їх закуповуємо, і я переконана, що вони будуть до початку навчального року. З приводу четвертих, сьомих класів, це 50% підручників, які ще не були закуплені минулого року, і кошти на ці підручники є на місцях. Так от, різні області по-різному. В нас є вже області, які практично всі підручники закупили і отримують їх до навчального року. А чому в Одеській області робиться така ситуація? В управління освіти підпорядковується не тільки губернатору, а й вам. Ви страдіть, як ви там не підпорядковані, це ваші підлеглі, вони не працюють. Для восьмого класу всі підручники будуть. Обласні управління не підкоряється Міністерство. Для четвертого всього залежить від обласних державних адміністрацій. Я дуже добре розумію цю вертикаль. А в чому всі вертикали? Розкажіть на міністерство. Вони не погоджують, більшість тисяч, вони не погоджують з Міністерством. Управління освіти, департаменту освіти, їх підпорядкованість... Міністерство має на них вплив. Не перебувайте, будь ласка. Значить, їх підпорядкованість виключно місцева влада. Значить, Міністерство освіти не може ні призначити, ні зняти начальника департаменту. Ми для них зробили всі умови, щоб вони закупили ці підручники. Коли обласні департаменту ще немає в вашій області, і я вважаю, розумієте, в чому річ? Коли від вас йдуть пояснення, від вас, я говорю, від вашої адміністрації, про те, що обласна рада ще не проголосувала рішення, бо не може зібратися, це солідарна безвідповідальність обласної раді. Це влада, ви влада, Лілія Михайловича. Так, Андрій Єльєнка, питання. Я опозиція, ви влада. Пані Лілі, я хотів би задати вам дуже конкретне питання. Я питаю, насправді, дуже багато щодо шкільної освіти, щодо професійно-технічної, але я хочу задати питання по вищій освіті. Вашим попередником був скасований наказ ще міністра пана Вакарчука, шанованого, який, власне, вводив обов'язковість викладання таких предметів, як українська мова і історія України, абсолютно в усіх вищих навчальних закладах, в тому числі на негуманітарних спеціальностях. А цим наказом це було скасовано. Я не розумію, не вже в момент війни, не вже в момент, коли нам потрібна консолідація суспільства навколо українських цінностей, це неважливо і це, власне, не потрібно нікому. Я хочу запитати вас, як чинного міністра, чи плануєте ви скасувати відповідний наказ квіта і повернути дію наказу Вакарчука щодо того, щоб в українська мова і українська історія була обов'язковою для викладання в усіх навчальних закладах українських. Дякую. Перш за все, я переконана, що людина з вищою освітою повинна добре знати історію своєї країни. І зараз в цей момент, як ви правильно сказали, зростає цінність саме цього знання. Але у нас університети автономні. Для нас важливо, ми зараз працюємо над стандартами вищої освіти, виписати в результат навчання в університеті саме оце також знання. Тому що людина з вищою освітою має володіти державною мовою обов'язково і знати добре історію своєї країни. Тобто ви готові? Так, але не шляхом запровадження примусу університетів в певну кількість годин для всіх абсолютно студентів визначати, як у школі, на певний предмет. Це автономія університету, скільки годин і для яких фахівців. Але це має бути обов'язковим, як результат здобуття вищої освіти. Тому ми в стандарти це записуємо. Понятно. Сергій. Наступне запитання. Ви блискучий вчитель. Ви блискучий депутат. І, на мою думку, є проблема в якостях адміністративних. І в зв'язку з цим, ваше невелике нерозуміння суті і необхідного порядку реформування професійно-технічної освіти. Ви знаєте, яка кількість профтехучилищ в Україні? 817. 817, правильно. 400 робітничих професій. Необхідно 6 мільярдів на рік. Не може міський голова Мамаю в Полтаві керувати на своєму місці подібними речами. Не може міськрада, де є Ширка, БПП, колишніх регіоналів, БЮТу, вибудовувати, і Народного фронту, вибудовувати локальну, регіональну стратегію розвитку освіти. Мене Каплін, ви знаєте мою позицію про обласний рівень і регіональні ринки. Я закінчую задавати своє запитання. Це має бути, і ви маєте стояти на цьому. Національний проєкт, централізований, чіткий, з складовою оновлення всього обладнання, яке необхідно оновити в цих професійно-технічних училищах, змінною і модернізацією стандартів навчання. Ми знаходимося, можливо, і про це треба відверто говорити, в кроці від яких серйозних дій, військових дій і робітничих професій, в цих умовах надзвичайно важливі. Де взяти, сказати, де взяти 6 мільярдів? Ви подміняєте питання, ви з виступлением, извините, Лілія. Я перепрошую, тому це має бути не децентралізований процес, це має бути національний, дорогий процес. І де взяти 6 мільярдів, я скажу, там де називав Гордієнко, на наступному тижні я покажу фірми, проводки, обсяги, мафію Яценюка, до якої не належить Граневич, хоч вона його депутат колишній, а де вкрали майже 10 мільярдів гривень. Буде велика презентація, і я запрошую всі засоби масінформацією. Я хочу закликати тих, хто справді переймається, справді переймається професійно-технічною освітою. Нам необхідно зараз зрозуміти і проаналізувати, і ми цим займаємося, саму мережу. У нас є велика кількість закладів професійно-технічної освіти, маленьких, які дублюють спеціальності один одного, де є застарілі спеціальності далекі від ринку праці, обладнання 70-х років. Нам треба консолідувати ресурси, оновити цей стандарт, який відповідає, і ми зараз працюємо з роботодавцями над оновленням стандартів. Для нас дуже важливий німецький досвід дуального навчання, де діти можуть більшу частину бути на виробництві. І це є проблема соціальної відповідальності роботодавців, які будуть з нами співпрацювати. Госпожа міністр, я винужден вас прервати, ви просто скажите, ви гарантируєте, що все це не разрушить систему середнього образування в Україні? Просто да или нет? Це ми про професійно-технічну. Пройдет время, затем ви відповідаєте. Ми провіримо. Владислав, всідущий року. Я готовий вас підтримувати, я готовий зробити все, щоб все було, але це потрібно робити не в 2017-му, а в 2016-му, тому що людям не має на що жити. Зараз. Прямо зараз. Вибачте. Пане міністре. У мене до вас, насправді, два запитання. От я повернувся з округу зараз, і от ми зараз тут обговорюємо питання професійно-технічної освіти, але дуже скоро я боюся, що постане питання сільської освіти. Воно постане також саме гостро, як стоїть зараз про професійно-технічно. Бо от я був сьогодні, наприклад, в такому чудовому селі, як Дмитрівка, Золотоніжський район на Черкаській області. Так от там всі вчителі мені задають питання, що, на жаль, немає якогось стратегічного бачення не на державному рівні, що саме буде з освітою в селі. Тому що ми перед тим говорили про реформу поліції, бо якщо діти не будуть йти навчатися, вони всі будуть закінчуватися дуже-дуже погано, і не допоможе ніяка поліція після того. Це перше моє питання. І друге питання. Я сьогодні прочитав в засобах масової інформації щодо там ситуації, яка виникає щодо першого директора Центру незалежного оцінювання освіти, пана Лікарчука. Я хотів би, щоб ви прокоментували своє бачення, що відбувається навколо цих подій. Спасибо. Так, по-перше, сільська школа, а в нас, щоб було зрозуміло, 60% шкіл – це сільські школи, сьогодні перебуває ось в такій ситуації поганого обладнання, дуже багато маленьких шкіл, і що ми отримали по результатах ЗНО, в нас зараз статистика така. Якщо дитина з села, це означає, що в неї в 10 раз менше шансів скласти успішно тестування, наприклад, для вступу в університет з іноземної мови. Тобто, реальна пропасть між освітніми можливостями для дітей села і дітей міста. Тому, прийняти рішення, що для дітей старшої школи ми повинні зробити опорні школи, в яких працюють кваліфіковані вчителі, де є кабінети, де є нормальна якість освіти. Тому що ці діти тільки… Дозвольте, я завершу. В селі, коли 30 кілометрів віддаленість від села, жодна дитина не поїде по тим дорогам, які ми маємо в сільському населенні. Я завершу, може я дам відповісти. Просто ці діти підуть на вулицю, зрозуміють одну просту річ. Я дуже добре це розумію. І саме тому ситуація є така. Принцип перший. Діти початкової школи, це маленькі діти, мають навчатися якнайближче до місця проживання. Яке б це село мале не було і скільки б там не було в класі дітей. А от діти основної і старшої школи, якщо є можливість доїхати до краще обладнаної школи… На чому і при чому. От, з кращою якістю освіти, тоді ми повинні створити цю можливість. Тому, перше, всі в селі, кому пропонують якимось чином, що ваші діти старшої школи мають їхати кудись, повинні батьки перевірити. Це кращі умови навчання. Є на якому автобусі, по якій дорозі будуть їхати ці діти. До речі, в нас з цього приводу було засідання Кабінету міністрів. І зараз дано доручення, щоб ремонт доріг в першу чергу синхронізувався з опорними школами, а ми цього року повинні ввести 180 опорних шкіл нових, на які ми дали кошти на обладнання, а також 600 мільйонів гривень на автобуси, а органи місцевих, місцева влада повинна додати свою частку і закупити ці автобуси. Тобто ми розуміємо, що для села це надважлива річ, щоб діти отримали нарешті доступ до якіснішої школи. Я, Владислав, хочу сказати, було б желання учиться, якщо чесно, мені так кажуть. Просто я можу вам привести пример одного народного депутата, який, по-моєму, останні 4 роки в випускних класах їздив із Фастова кожен день по 3 часа в електричці в одну сторону, в Київ і в другу сторону. Зараз він ваш колега в бувшому, а нині посол України в Канаді. Борислав, будь ласка. А можна ще до Лікарчука задава питання? Да, усе коротко, якщо можна. Ситуація про ЗНО, я просто нагадаю, про що йде мова. Йде мова про фальсифікацію, начебто, за частини результатів ЗНО, фактично мізерної частини, але вона була, і, звичайно, це підриває. Тобто ви підтверджаєте, що вона була? Не, так ви кажете, начебто. Я сказала, начебто була. А потім, яка була? Окей, добре. Начебто була. Ми поки що не отримали ніякого рішення суду. Це раз. По-друге, ми можемо тільки дивитися, які можуть бути результати цього розслідування, які будуть відповідно слухати судді. Ні, я хочу додати ще одне речення. З приводу Лікарчука, я особисто вірю в те, що звинувачення проти Ігоря Лікарчука безпідставні. Тому що я знаю цю людину багато років. Я бачила його в різних критичних ситуаціях. Я не вірю в те, що він брав хабарі для фальсифікації результатів. І я... Мені хотілося б взагалі бути впевненою. Я вірю в те, що ці звинувачення проти нього будуть спростовані в суді. Борислав, дуже коротко, затем Андрій Єрмолаїв, у нас дуже мало часу залишається. І Дмитрий Раїнов. У мене три запитання маленьких, коротких. Перше запитання. Я знаю, що вичиняйте одно главное, будь ласка. Ви не може. Каждаємо, що я прихильниця проти річна система навчання. Чи будете ви її запровадити? Якщо будете, то коли? Коли нам чекати ЗНО, чи буде, чи ні, в 9-му, 10-му класі? Чи будуть вони, чи не будуть в цьому році? Ну, в наступному. І останнє запитання. Скажіть мені, будь ласка, чи будуть родителі будь-когось школярів, батьків школярів знов купувати підручники? Бо я сам, як батька двох школярів, купую підручники. Прошу. Перше, про 12-й річку. 12-й рік в такій школі, як сьогодні є, ви досить вдало назвали школою виживання, не потрібен. Не потрібен. Тому що це перевантажена теоретичною інформацією школа, яка мало дає реально для життя, і в якій подекуди діти втрачають світу. Це на найближчий термін. Стоп, стоп. Але ми зараз працюємо над стандартами нової української школи, орієнтовані на компетентності, на те, що потрібно людині для життя. Більше того, запроваджувати ми цю школу будемо з 18-го навчального року і до діти з перший клас. Так, в перший клас 12-річної школи. Тобто ми 12-й рік орієнтовно отримаємо в 29-му, 30-му році. Це раз. Це буде інша школа, зорієнтована на компетентності. Але ці діти, які сьогодні в школі, вони ж не можуть чекати. І тому ми зараз проводимо на онлайн-платформі ЕТЕРА відкрите обговорення і розвантаження програм початкової школи. Сьогодні діти втрачають інтерес до навчання вже в 3-му класі, а не як раніше в 7-му, 8-му. Тому що програми перевантажені зайвою теоретичною інформацією і не відповідають віковим особливостям. Підручники мають бути безкоштовні. Вони будуть чи мають право? Так, дивіться. 8-й клас весь безкоштовний. 4-й, 7-й клас. Частина грошей сидить в бюджетах областей. Нехай вони нарешті проведуть. Поведуть свої засідання. Я ще раз хочу сказати, що по областях різна ситуація. Є областей, які дисципліновані. ЗНО в 9-му класі не може бути на наступному році. Добрий вечір, увага пані Лилия. Я скажу головне в отноші вас. Я внимателі стосую за вашими інтерв'ю, с уваженням отношусь і надіюсь. Тому що я считаю вас, действительно, одним із последних спеціалістів, які можуть реалізувати реформу образування. Тому просто сформулюю проблеми, які я считаю ключовими. Первоє і головне. Я к вам все-таки хотів би відноситися як к міністру образування, к міністру освіти, але не к міністру фінансування образування. 90% времени і зараз ми говорили о чому? Як ви можете чи не можете фінансувати? Наверное, це важливо, але проблема-то в тому, що по-русськи образування, чого, кого, по-українськи вообще прекрасно, освіти, свет. Так вот, ключова проблема цієї країни і, к сожалению, нового міністра, в тому, що є міністр, є проблеми фінансів, діляш сфер, зв'язаним з образуванням, у нас немає политики в області образування, тому що там є цілевая задача, кстати, філософська, що образується в результаті цієї національної системи образування. Там не специалист образовується, там современний чоловік. А вот, какое слабое місце в системі образування, в воспитання? Оно, к сожалению, держится сейчас на отдельних талантливих директорах і последніх педагогах, які не просто дають грамматику. А почему ви говорите, що у дітей нет інтереса к обученню? А потому, що система образування превратилася в систему грамматизации специалистів для ринка. І це серйозніша проблема. Нікака, навіть, красивая схема к українській школі не решить ту проблему. Дмитрий Раївов, і вам слово. І вам слово, извините, буквально. Дмитрий Раївов, і вам слово, я считаю, що ви можете щас стати заложником проблеми, які виходять за рамки образування в плані середньо-специального. Зараз власть обрушилась валом на те областные советы, которые предлагают договора с центром. Знаете, почему? Потому, що критикуя идею автономізации, критикуя идею самостоятельності, де-факто, вот такими решениями ви автономізуєте. Тому що, що буде робити нормальний облсовет, получив там свої 40 ПТУ. Думати, а що нам потрібно, що ми профинансуємо, якось втихаря закроємо, якась там національна політика в світу професійному образуванні. Ключевая проблема, і тут согласен с Каплином. Правильно поставив проблему, це національний проєкт. Дмитрий Раїнов дуже коротко вам слово. Знає, дай я перепрошую. Скажу, це зараз моє слово. Ви моє колегу остановили, позвольте, я зараз скажу, тому що... Я директор школи. Директор школи мене учили не перебивати. Також я хочу відповісти. Не, ну, було поставлено запитання. Мене просто учили в школі не перебивати, будь-яку... Ну, поставлено запитання, треба... Ви поки розбираєтесь, хто поставив запитання? Ремарка от вас, 30 секунд, ремарка Дмитрия. Можна бути будь-яку красиву систему. Філософські досконало, ідеально. Але, якщо я, як директор, не буду мати можливості знайти нормальних людей, мотивувати їх, створити їм умови для нормальної праці, грош, ціна, просто всім цим філософським системам. Ми маємо вибудувати комплексну систему, ставити поперед зміст або фінанси, це неправильно. Треба системно розвивати. Але без фінансів освіти не буде. Дмитрий, ви без фінансів змогли бы создати нашу школу? Треба Михайловна. Знаєте, колеги, я скажу... Я скажу не как политтехнолог, я скажу как куратор свободной школы, в которой ежегодно обучается 8 тысяч человек, из-за того, что наша система образования даёт трещины. И там читают лекторы, извините, пулицевские лауреаты, нобелевские лауреаты, читают лекции нашим ребятам. Здесь вокруг стоят студенты, молодые ребята. И то, что вы сейчас говорите, я сейчас говорю не к депутатам, а представителям Министерства образования. Вы говорите о прошлом времени. Вы готовите IT-специалистов, хотите... Рынок частный уже готовит IT-специалистов. Вызох они не нужны. Частное образование давным-давно закрывает необходимые бреши. Министерство образования должно правильно выработать концепцию образованного человека. Рынок уже... Бизнес уже готовит своих специалистов. И вторая история. Есть другая концепция. Есть врачи, к которым сложно прийти. Есть проблема, что невозможно идти каменщика, сантехника. И это проблема государственная. Всё остальное нам, молодым ребятам, частный сектор уже давным-давно обеспечен. Спасибо. На этом мы вынуждены поставить точку. Время у нас сегодня и стекло. Мы даже немного перебрали. Спасибо, что были с нами. Это было «Черное зеркало». В следующую пятницу обязательно увидимся. Продолжение следует...